В Твери, чтобы сократить риск детского травматизма, обследуют детские площадки. Все изношенные части должны быть отремонтированы или полностью заменены. Корреспондент нашего телеканала проинспектировал детские площадки в Заолжском и Центральном районах города и узнал, в каком состоянии игровые комплексы и что нужно сделать, чтобы там начались ремонтные работы. Конструкция качеля явно не внушает доверия. Во-первых, она шатается. Во-вторых, вылезает ржавая арматура с острыми углами, которая явно представляет опасность для детей. А вместо качелей уже болтаются давно ржавые цепи. На этой горке алюминиевые ска становятся как стиральная доска, а на другой ступеньки уже прогибаются. Эта площадка находится на улице Паши Савельевой. Судя по тому, что песочница прикрыта слоем сухих веток и листьев, малыши здесь нечастые гости. Жители ближних пятиэтажек вынуждены водить своих детей на качели в соседние дворы, там, где безопаснее и чище. Какая здесь площадка, посмотрите. Все сломано. Вот та горка мне не нравится. А почему? А потому что они скатываются и слетают с нее. Вот там хорошие. У тверских общественников и горка, и конструкция качели, и обветшалый корпус песочницы тоже вызывают вопросы. Игра здесь малышам некомфортна и небезопасна. По моему мнению, конечно, нужно ее привести в надлежащее состояние. Конечно, уже она по виду, можно так сказать. И надо ее привести в нормальное состояние. Общественники проинспектировали также детскую площадку в соседнем дворе и ужаснулись ее состоянием. Пластмассовая конструкция, изрисованная гудроном, шатается. Едва стоит дотронуться до нее рукой. Мы здесь не играем, потому что это все шатается. То есть ребенок начинает на этом лазить. То есть там еще, получается, между этими лазилками дырки. То есть там можно ногу, естественно, там провалиться, там травмируется. Еще, не дай бог, она развалится, потому что она реально очень сильно шатается. Мы ходим через двор на площадку. Но это мне с двумя детьми, с коляской, с маленьким трехлетним ребенком нужно перейти через дорогу. Жильцы дома номер три затрудняются ответить, когда у них во дворе появился игровой городок. Со временем не только износился пластик, но и подкосились опоры. Родители боятся, что горка может сложиться в любой момент, как карточный домик. Во-первых, здесь вот мы видим столбы, которые как бы являются ограждением, которое, может быть, подразумевалось. Но они просто-напросто железные и торчат из земли. Если ребенок побежит, он обязательно, конечно, получит какие-то увечья. Дальше мы видим с вами здесь состояние площадки в том виде, которое не соответствует. Отвечают за детские площадки либо ТСЖ, либо администрации, либо управляющие компании. В пресс-службе Твери пояснили, что площадка у дома номер девять по улице Паши Савельевой на балансе городских властей. Она уже обследована комиссией, которая выявила недостатки. Сейчас чиновники ищут средства на ремонт. А вот кто должен обслуживать пластмассовый шатающийся комплекс у дома номер три, большой вопрос. В управляющей компании «Энергия», на балансе которой пятиэтажка, не знают, ими обслуживается эта площадка или нет. По телефону мастер участка обещала выяснить границы вверенных территорий. Детские площадки требуют внимания во всех районах города, в том числе и в городском саду. Помимо аттракционов, здесь есть игровой городок. Ежедневно сюда приходят играть десятки ребятишек. В июле этого года наша съемочная группа запечатлела качели, которые держались на треснувших креплениях. Ко всему прочему, конструкция шаталась во все стороны. Эту проблему несколько недель назад устранили в прямом смысле на корню. На сегодняшний день от них остались только следы. Они очень часто ломались. То есть в последнее время буквально висели только качели для самых маленьких, такие подвесные раскачиваются. И тоже ломались. Но очень жаль, на самом деле, что их не чинят, что их убрали, потому что детям очень нравилось без качелей. Грустно. В администрации города рассказали, что в настоящее время на территории Твери проверена большая часть игровых комплексов. Специалисты районных администраций выезжают и осматривают площадки. Опасные места огораживают сигнальные ленты до появления рабочих. Если выявляется недостаток, то, соответственно, прямо на месте они огораживают это сигнальной лентой. Все это фиксируется, производится фото-видеоотчет. И затем планируется ближайшая конкурсная документация для того, чтобы провести эту замену. Если этот элемент не подлежит восстановлению, то он здесь же, буквально на следующий день, демонтируется и затем планируется для восстановления. На сегодняшний день на балансе города 173 игровых городка. 23 уже отремонтировано. На некоторых объектах только начались работы. Также решается вопрос, на что приводить в порядок остальные. В случае обнаружения поврежденных элементов на детской или спортивной площадке, следует обращаться в администрацию района, либо в управляющую компанию или ТСЖ. Устранять проблемы будет та организация, на чьем балансе находится игровой комплекс. Продолжение следует...